Добрый вечер Все будет хорошо Хотела спросить, почему все будет хорошо? Как иначе-то? Я не представляю себе Опять же себя В каком-то другом Ощущении жизни Я просто бы Если бы я не верила в то, что Вообще все хорошо и все будет хорошо Я бы не могла писать Наверное эти песни И более того, переживать Я не хочу грузить просто Я пришла после спектакля Папа с Маковецким В главной роли Но вообще это был его по сути бенефис И я просто ревела Всю вторую половину спектакля И меня это так сильно вынесло Что я еще раз могу сказать Что Надо верить в то, что все будет хорошо Там очень жесткий такой Сценарий Ну потрясающий спектакль Но несмотря на все эти тяжести Если бы я не была Вот этим самым пресловутым Не люблю это слово Оптимистом Но наверное все-таки не оптимистом Просто деятельным человеком То я бы наверное здесь не сидела И давно бы уже все загнулось И 26,5 лет Эта группа Бы точно не протянула Если бы я не верила в то, что все будет хорошо Было так, что Вот опускались руки Да конечно Очень часто Очень часто Можете себе представить Группа, которая Возникла из ниоткуда Словосочетание Ночные снайперы Которого не было в природе И все это Как новорожденный ребенок В отличие от того, что ребенка В принципе мы Можем узаконить В институте брака Записать его А здесь это В общем-то Совершенно непонятное Такое вот Новое образование Которое очень долго становилось на ноги В силу того, что никто Профессиональным не занимался И так далее Плюс это Как был рок Так и остался То есть По большому счету Я живу Я не могу сказать, что я живу вопреки То я такая получаюсь героиня Я не героиня Абсолютно нормальный человек Но Как говорил Мюнхгаузен Что-то героическое В этом и есть Знаете Поэтому, конечно Я предпочитаю улыбаться И я предпочитаю Спасать Вместо того, чтобы Вместо того, чтобы Посыпать голову пеплом Несомненно Круто Скажите, а вот Когда тогда 26 с половиной лет назад Все это рождалось Вы думали, что это будет Долгоиграющая история? Нет Нет, конечно Я просто играла Я просто играла Было очень много алкоголя Было очень много всего такого Чего сейчас вообще нет И в чем я абсолютно нормально признаюсь Без какого-то ханжества И лицемерия Да Были такие лихие Лихие Рок-н-ролльные годы Которые Грозили В принципе Закончиться В мои 35 лет Это 10 лет назад Мне 45 На сегодняшний день И Если бы я не становилась Наверное бы Группы сейчас и не было Потому что Первые 15 лет Я была в бессознанке Абсолютной Серьезно? Ну я просто Ну да Мы играли каждый день Что-то делали Концертировали Было очень много Извините Без рекламы Балтики Знаете Такое пиво было в Питере Потом испортилось Сейчас вот не знаю И у меня никогда не было целей У меня никогда не было Вот Я хочу собрать Олимпийский Или я хочу собрать Там я не знаю Большую площадку Да мы просто куражились И все И я как сумасшедшая Писала песни И я до сих пор Это делаю И для меня Это самое главное Вот если бы не было этого Я бы к вам не пришла Просто мне нечем было бы прийти Потому что Почевать на лаврах Написала там когда-то 15 лет назад Какие-то пару нормальных Классных песен И что дальше То есть вот такой сценарий Для себя даже не допускается Вот я оставил музыку И занимаюсь там Уже Не-не Уже нет Я уже в 35 лет Я просекла Что это Я не люблю эти слова Тоже громкие Но я просекла Что это судьба Что это действительно Предначертанная Какая-то история Потому что она постоянно Продолжается Вот Она постоянно продолжается Вопреки чему-то Сначала это были родители Которые были против Категорически того Чтобы я занималась Профессиональной музыкой Они Я лингвист по образованию Они хотели Чтобы Я занималась языком Чтобы я в какой-то момент Уехала Улетела Точнее На Аляску Там Воспитывала бы Почему на Аляску? Русские как иностранные Потому что Я жила около Мы жили в Магадане И Ближе была Аляска Чем Москва И люди Которые заканчивали Наш университет Нормальные головастые ребята Не ботаны А нормальные головастые ребята Они после третьего курса Сваливали Работать в нефтяные компании И так далее И так далее У меня была именно Вот эта перспектива В общем жили богато и счастливо Богато С американским паспортом Возможно Безусловно А я прилетела После третьего курса Нет Перед третьим курсом Я вдруг прилетела Первый раз в Питер Наступила Своей ногой На питерскую землю И влюбилась моментально В этот город И бросила университет Мама была в шоке просто Мама вообще не понимала этого Мама журналист У нее отличная была профессия В руках Она просто сейчас не работает И 72 года Работает, кстати, у нас в группе Продает майки Там вот это вот все Классно вообще Затыкает нас всех за пояс Своей энергией Она была против того Чтобы я занималась музыкой Потом все-таки я Вопреки этому Все-таки Ею начала заниматься И улетела Из Магадана В Питер Мне никто не подал руки Меня никто не обнял На прощание Из родителей Потому что Ну все Они считали, что Вы просто закапываете Свою жизнь, карьеру И прочее Было так Это было такое Конкретное предательство Семьи И вообще всего И карьеры И будущего И собственно настоящего И брат Который на 12 лет младше Потом Снайперы Как-то образовались Как-то все это потекло И как-то все стало Происходить Опять же Вопреки тому Вот понимаете Вопреки Вопреки нормальной логике Потому что Когда человек Что-то хочет достичь Он берет Органайзер Допустим И пишет Ну я хочу выпустить альбом Ну вот после этого Я хочу собрать Условно Горбушку ДК Горбунова Еще тогда Вот это был легендарный зал Который мне действительно Когда-то хотелось собрать Но у него Какие-то все-таки Даты есть Какая-то Последовательность Логика событий У меня ее не было Никогда И у меня ее Вообще никогда Не будет больше Я это четко понимаю Потому что Чем старше я становлюсь Тем больше я понимаю Что так и должно Было случиться И при этом Я не тот человек Который Я немного говорю Нет? Нет Вы человек спонтанных решений Да Я человек спонтанных решений Просто мы традиционно Задаем вопрос Там о судьбоносном О поворотном решении В жизни Которое предопределило Карьеру Вот Мне кажется бессмысленным Я абсолютно спонтанный человек Но опять же повторяю Мне Кажется Что меня выносит чутье Вот именно чутье Мне говорит Или сердце Это можно назвать Или чутье Ну точно не разум Извините Особенно женщина и разум Это такая Относительная штука Относительные величины Скажем так Логики моих поступков Практически никогда нет Вот опять же Стас Вот например Мы начали с этого концерта Мы сыграли в Олимпийском Там был обалденный продакшн Там шоу И так далее И так далее Я не боюсь этого слова Это было круто И все было классно Рок-н-ролл 25 лет И вот мне предлагается Сыграть Следующий концерт Где ты хочешь сыграть Я говорю Я хочу в ЭТБ-арена Я пришла туда Посмотрела 21 Pilots Такой классный зал Европейский Я хочу Окей Говорит мне организатор Я говорю Сережа Мельников его зовут Я говорю Сережа Но на этот раз Мы с ним встречаемся Я говорю На этот раз Ничего такого не будет Не будет шоу Будет только свет И звук Он говорит Ну ништяк Отлично Рок-н-ролл Ты что Все здорово Я говорю Ну да Но Он так напрягся Сразу такой Но Я говорю Но Ну как тебе Сказать Ну в принципе Я думаю Что в этом тоже Ничего такого нет Но сцена Будет стоять Посередине Он говорит Понимаешь Он говорит Черт возьми Но А дальше Начинается продакшн И он сейчас Выливается Вообще В другие Деньги В сравнении С олимпийским И вот Где вот Эта самая Логика И где Вот это Последователь В больше Да конечно Сейчас Они просто Все Я вот Сегодня с утра Этим занимаюсь Вот Мы просто 14 февраля Они за горами Вот Два месяца Считай Осталось Поэтому Никакой логики Нет Все очень спонтанно Другое дело Что во мне Есть такая штука После рождения Детей особенно Я если сказала Что сделаю Я сделаю Ну то есть Даже если В какой-то момент Считаете Что Как-то Может быть Это не совсем Стоило бы Ну как Что значит Ну стоило бы Наверное Сыграть Очень такой Дешевенький Концертик В плане Продакшна В ТБ Арена И заработать денег И положить себя В карман Наверное Это логично И классно Правда И стоит это сделать А мне так Неинтересно А мне интересно По-другому И пусть я там Скажем Пролечу Ну я не пролечу Конечно Ну например Заработаю Заработаю Не столько Зато Мне будет Прикольно Мне будет Интересно А почему Потому что Это какой-то Новый Больший Не знаю Более объемный Вызов Ну что касается Людей Там в Олимпийском Было 20 Здесь их намного Меньше Всего 12 Нет Здесь Ну не вопрос Людей А в мобильной Сложности Да Вот как-то Я никогда Я никогда Не сопоставляла Цели По их сложности Мне всегда Было тяжело Мне всегда Было непросто При том Что никаких Не было Ни крыш Ни денег Ни продюсеров Ничего Мне всегда Было Капец Как тяжело Но в этой Тяжести Наверное Все-таки Проявилось Вот Во мне Вдруг В какой-то Момент закалился Этот самый Стержень Который есть И который Вопреки Опять же Всему существует Но я вот так живу То есть вы держите Все Да Я все держу Да Я стержень Этой группы Поэтому когда Нас объявляют Например Диана Арбенина Ночные снайперы Я думаю Интересно Кто такие Ночные снайперы Извините Три пацана Которые со мной Сейчас играют Ну ништяк Отлично Допустим Они меняются Я очень Да Все люди С которыми Я начинала 25 лет Ну сколько там 26 Ну 25 Давайте так округляем Вот эти 25 лет назад Никого нет Из этих людей Никого А почему? Ну разошлись С Ургановой Мы разошлись В плане Я попросила ее уйти Потому что у нас Абсолютно Диаметрально Противоположные Уже тогда я понимала Вкусы музыкальные Мне нужен Больше Был больше Рок-н-ролл Ее тянуло В другую сторону Поэтому мы так Чуть-чуть повозились Как вот эти Как крысы в банке Или там тараканы И потом в какой-то момент Просто я ей позвонила И говорю Слушай, Светка Надо расставаться Она спросила Когда? Я говорю Сейчас Она говорит В смысле? Было дело в декабре Я говорю Сегодня Мы встретились И расстались Все остальное Происходило исключительно По этой же причине Но кто-то запил Например И стал алкоголиком Которого не вылечить Там кто-то стагнировал В игре на барабанах Я просто не хочу Называть имен Потому что зачем Это мои коллеги Я действительно к ним Питаю очень классные Такие хорошие человеческие чувства Но музыка Это не богадельня То есть это не какие-то Музыкальные были разногласия Что нет Это музыкальные Как раз таки разногласия То есть там была Возможно работа на троечку Скажем так Я не приемлю работу На троечку Если у меня лопаются Жилы на шее Значит ты должен Мне соответствовать Если нет Не проблема Ты не плохой Ты просто другой Ты просто играешь По-другому И ты существуешь В другой парадигме Скажем Люди, которые работали И работают со мной Может быть они меня Чуть-чуть ненавидят Конечно Но они отдаются мне полностью Да, у них есть свои семьи Дети Вот два человека рядом Сейчас вот со мной Это мой пресс-эташе И мой директор У них есть семьи Есть дети Но они понимают В какую адскую машину Они попали Но извините, пожалуйста Есть жертвы, безусловно Я не могу сказать Что опять же Что я прямо жертва Но я, наверное, все-таки Чем-то пожертвовала Вот ради сцены И ради того, что Сейчас мы все наблюдаем И это качество Кстати, меня с годами Все больше и больше устраивает Я имею в виду Качество песен Качество музыки Качество аранжировок Это все очень Теперь серьезно И если говорить про цели О чем Отлично я так вышла Как будто я солирую То есть вы хотите Извините Вы хотите сказать Что вот первоначальные Какие-то опыты Были в меньшей степени Серьезные С точки зрения Первоначальные опыты Это полный отстой Альбом «Рубеж» С чего начинала эта группа Это просто Это антимузыкальный альбом Это уже 31 весна Ага 31 весна Это вот опять же Что называется Господь С милости велся Я бы так сказала И просто послал Одну песню Из вот этих 14 А раньше же Очень много песен Еще писали в альбомах Не по 11 Не по 9 А нормально Там 14 17 Вот 14 по-моему Песен там была Одна нормальная песня Все остальное Аранжировано В кривь Кось Антимузыкально Это вообще не аранжировки Это ужасно Мы загубили 13 моих песен 12 Там одна сургановская песня А не было желание Тогда соответственно Переписать Переделать Ну вы знаете Есть артисты Артисты делятся На две категории Те которые написали Две песни Их потом переаранжировывают 25 лет И выходят с ними на сцену А я пишу новые песни Мне не интересно Вот уже Ну как что родилось То родилось Я не могу это все Переписывать Переиздавать Переаранжировывать Более того То есть Какого-то переосмысления Пройденного материала Такого нет А я благодарна Прошлому за то Какая я была тогда И альбом Рубеж Он антимузыкальный Но он конечно Такой Знаете Как вот Такой вот Ребенок уродец Он хорош Ну ты же его тоже любишь Понимаете Но Следом за этим Вышел альбом Цунами Роскошный альбом И с него началась Электрическая история И если посмотреть на то Как мы эволюционировали Сейчас Мы действительно пришли К грамотному Музыкальному Конечно же Звучанию Классным аранжировкам И отличным музыкантам Которые вот Сейчас в группе Давайте послушаем К чему пришли Это сингл Который появился Буквально недавно Сингл Рим Он Не-не Он клевый Он хороший Ну все Я выдохнула Я так ревела Вы себе не представляете Такой классный спектакль Это просто капец Только слышала про него Чудеса Холодно курить И дождь пошел Значит скоро Будет хорошо Время умножается на сто По итогу всех кладут на стол А ты летай надо мной самолетами Следи повсюду кругами Своди со мной свои счеты Которых нет между нами Полу жизни бьешь по воротам Чаще пасуешь мимо Я быть могу очень разной Поверь Не всегда терпеливой Но драться существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым Не может поэт быть ничтожным Конец связи Если долго голову в песок То по венам виноградный сок Комната похожа на тюрьму Я не доверяю ничему Столько лет снегов и тишины Все на территории страны Отключаюсь, мне уже пора Утром рано будет детвора А ты летай надо мной самолетами Следи повсюду кругами Своди со мной свои счеты Которых нет между нами Полу жизни бьешь по воротам Чаще пасуешь мимо Я быть могу очень разной Поверь, не всегда терпеливой Но драться существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым Не может поэт быть ничтожным Конец связи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты летай надо мной самолетами Следи повсюду кругами Своди со мной свои счеты Которых нет между нами Полу жизни бьешь по воротам Чаще пасуешь мимо Я быть могу очень разной Поверь, не всегда терпеливой Но драться существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым Не может поэт быть ничтожным Конец связи Конец связи Конец связи Конец связи Конец связи Сингл Дианы Арбениной Группы Ночные Снайпера Новые, совершенно новые Результат 26-летней эволюции А с чего, собственно говоря, этот рок-н-ролл начинался? Вот это же не был 96-93 год В Магадане как он? А в Магадане вообще не было ничего Ничего не было Я никого не знала Говорили, что есть классная группа Конец света И еще играли конец, запятая света Либо конец света И восточный синдром, что ли, называлась группа Но я была малявка Я вообще никого не знала И когда я приехала в Питер Я была такая наивная, что я думала Ну просто так смешно сейчас звучит Но я думала, что я вот вхожу на Невский проспект Идет Майк Науменко Он, правда, умер, но в принципе Не исключаю Ну ничего страшного И вот везде ленинградский рок-клуб И везде рок-н-ролл И везде братство И так далее Я приехала, конечно, попала в совершенно другую ситуацию И намека на мои такие вот детские абсолютно Детские мечты не было Такой нормальный, классный, угрюмый город Свинцовый, постоянный дождь В него влюбляешься просто наотмашь И я там застряла на 10 лет На 10 счастливых лет Но он Он очень сильный И если ты слабее То он либо с тобой обходится жестоко Либо ты должен стать сильнее Я это очень быстро поняла А вы были изначально сильнее? Или он сделал вас сильнее? Ну я когда приехала Я рубила просто Просто вот эту пресловутую правду-матку Как таковую просто Мне говорили Что-то как шпала Что-то прямая, как шпала Так вообще не принято У нас вот как-то вот все Все-таки гибкие-гибкие А на севере вообще Все такие достаточно прямолинейные ребята При том, что Я сейчас не говорю там про какие-то зоны Я их, как говорил Высоцкий Их там не больше, чем В Москве Просто Какая-то все-таки Другая общность людей Была всегда в Магадане На Колыме, на Чукотке Где вот мы жили с родителями Я не привыкла вот к этим Вот к этому Чуть-чуть даже это было Смахивало на малодушие В каких-то моментах Поэтому я приехала такая Очень конкретная У меня было три песни Была песня Рубеж Я раскрашивала небо И такая песня очень веселая Меня кормит тоска Я помню, когда мы ее играли В одном из кабаков Мы же зарабатывали деньги везде Потому что денег не было в принципе Разыгралась отличная история Мы играли И перед нами был такой стол За которым сидели бандюки В 94-м году И вот в какой-то момент Они что-то бегали, бегали И вот мы спели эту песню И такой встает Парень так подходит к сцене Иди сюда Я так наклоняюсь Еще раз пою эту песню А крыши же нет, ничего нет Мы спели еще раз эту песню Спели Он такой Выходит Еще раз Я говорю Ну там Поем еще раз Потом начинается потасовка И одному из этих чуваков Отрезают ухо Хлещет кровище Ну это просто капец Это очень классная история Вот И они там Разбирались Вообще-то на сцене Что-то происходит Он говорит Все, все, хватит Идите к нам за стол Я думаю Караул И мы таки садимся за стол Он говорит Ну Еще раз Еще раз эту песню Я так Меня кормит Тоскан А тебя Благодать Это просто кошмар Я как сейчас вспомню Причем Я ненавижу эту песню Кстати сказать А пацану Причем Которому отрезали ух Он был лысый Еще Забава ко всем Это все очень как-то Наглядно происходило Да Вы хотели что-то спросить По поводу рубрикации Вот вы сказали Что разошлись там Сургановой С ребятами С некоторыми В том числе Потому что музыкальные вкусы Вы говорите Недостаточно рок-н-ролль Но вот для вас важно Сохранять рок-н-ролль На стиле Это всего лишь на все Какие-то ярлыки Шаблоны Это сейчас Это Я прекрасно понимаю Что я не играю русский рок Мне неинтересно Играть три аккорда На Вот Я просто даже Я не знаю Как объяснить это На человеческом языке Но есть Абсолютное Специфическое Звучание русского рока Сегодняшнего дня А если говорить Например Про Вот моих Любимейших Мастодонтов Как то Цой Опять же Майка Которым мы говорили БГ Бутусов Их трогать не стоит Потому что Это величины Они Уже вне Всяких жанров Что касается Вот этой поросли Молодой Которая сейчас Что-то как-то Пытается изобразить Меня не впечатляет Никто И мне не нравится Узость их мышления Мне нравится Большая музыкальность И кстати сказать Если говорить Про музыкальность И про русский рок Мне всегда было тесно Я понимала Что Если заковать себя В рамки Так сказать Этого жанра Почему так сказать Потому что он тоже Такой странный В этой стране Не у нас же Родился рок-н-ролл Поэтому мы так Просто слепо повторяем Как можем Так повторяем Но если говорить Про то Как это все звучит То мне нравится Более мелодичная музыка Просто более мелодичная Может более Может более Где-то в чем-то Сентиментальная Но При этом Я могу себе позволить Жесткач Я могу себе позволить Очень агрессивные барабаны Очень классную ритм-секцию Я не завишу от жанров Вообще Прервемся на новости 22.30 в столице В студии Константин Мирошников На эхе краткие новости На компании Тесла Google И Apple Подали в суд Из-за гибели детей В африканских Кобальтовых шахтах В суд В Вашингтоне Обратились 14 семей Из Демократической Республики Конго Сообщает правозащитная организация International Rights Advocates Речь идет о пяти смертях И десятке случаях Серьезных травм ИСЦ утверждает Что компании Которым кобальт нужен Для производства Литий-ионных аккумуляторов Знали, что при добыче металла Используется детский труд Однако не контролировали Цепочку поставок В числе ответчиков Помимо уже названных компаний Также оказались Dell и Microsoft Губернатор Пензенской области Призвал больше не приглашать В регион Певца Макса Коржак Сообщает Реоновости Иван Белозерцев Выразил опасения Из-за возможных беспорядков Со стороны фанатов Концерт исполнителя Прошел в Пензе В начале месяца По данным властей В здании Где находилось Не менее пяти тысяч человек Приезжие зрители Якобы футбольные фанаты С помощью фаеров Устроили огненное шоу Отмечалось Что во время выступления Начался пожар Из-за чего На место были вызваны спасатели Прокуратура начала Проверку инцидента Московская и хельсинская группа Объявила сбор средств На свою деятельность На сайте Старейшей российской Правозащитной организации Говорится, что раньше Ей удавалось покрывать расходы За счет средств Из фонда президентских грантов Однако сейчас МХГ опасается Что не получит Государственного финансирования Исполнительный директор Светлана Астраханцева Сказала, что в год Организации нужно Почти 2 миллиона рублей Минимум Чтобы покрыть все расходы В 2012 году Московская и хельсинская группа Отказалась от финансирования Из-за рубежа В связи с принятием Закона Об иностранных агентах О погоде в городе Сейчас столица Плюс 3 градуса Пасмурно Давление 741 миллиметра Тутного столба Завтра днем Ожидается около 2 градусов Теплооблачно И временами небольшие осадки Константин Мирошников Служба информации Эхо Москвы Минутку Остаемся за эфиром Но мы остаемся В эфире Ютуба Сейчас Можем о чем-то говорить А вот вы говорите Мелодики не хватает вам В русском так называемом Роке А вот топор Вместе с которым Вы Ну временно Особо Во временном Отрезке сходили Там Битва Те же ребята Вам интересно Битва Это мастодонты Я считаю Я говорю Просто совсем Просто Викторию Вот вам дали Как лучшей рок-группе Тут На днях же Был скандал И с ними Потому что Из песни Протест Которые они там Исполняли Ее зашумили просто Ну там Она звучит Так Правда Да Вас парят Такие вещи парят Нет Нас пока не банят И ничего Не зашумливают Более того У меня в песне Если не слабо Конкретное Конкретная Несензурная брань Но я не могу себе представить Как можно сказать Например Всю жизнь пиздят Тех Кого пиздили в школе Как вы по-другому Можете сказать Всю жизнь бьют Того Кого били в школе Это не звучит Ну в школе Именно так и происходит Понимаете Диана Арбенина Лидер рок-группы Ночные снайперы Сегодня с нами Марина Максимова Старск-Крючкова Здесь Знаете За какую фразу Как-то зацепилась У вас Сердце не делится Наполовину Долго думал Вот оно Претерпевает ущерб Оно опустошается Наполняется Потом вновь и оживает Вот что значит Недель Можете Лично мне рассказать Обрат Рассказать вам Про мое сердце Нет Про вашу интерпретацию Это же фраза Из вашей Песни Вот это Такая восстанавливающая Структура Эмоционально Сугубо Потому что вы же говорите Не человек рациональный Не человек Рациональных решений Рациональных действий Хотя это Конечно Я спасаюсь Только любовью Конечно Я просто Иначе бы погибла Абсолютно точно Как только Я понимаю Что мир Становится Очень агрессивен Ко мне И Я истончаюсь Просто до Волокна Как например Сегодня такой день Он был такой Сегодня с утра И вот так Почему-то случилось Вот Закончился Слава богу Еще не закончился У нас классный Позитивный эфир Но То что было в театре Это было совершенно иначе Я спасаюсь детьми И вот сейчас Я позвонила домой И говорю Они просто на репетиции Сейчас у Кости Хабенского В труппу они ходят Не приехали еще домой Поздно Я говорю Укладывайте детей со мной То есть я знаю Что я сейчас приеду домой После эфира Я лягу с ними У меня мальчик и девочка Вот я лягу посередине Я их обниму И выдохну Мне конечно же страшно иначе Я просто ни себе не представляю Что со мной было бы Если бы в 35 лет У меня бы не появилось Вот этих двоих детей Я просто не понимаю За что прятаться Я прячусь как любая Я вроде бойкая такая Знаете А я очень тонкая И мне Мне часто бывает Как-то не очень Как-то Ну Часто бывает Страшно Вот Поэтому я как любая женщина Мне кажется Прячусь вот именно В такие вещи Вот вы говорите Алгоритм противопоставить Этому истончению Любовь А вот Бывают же ситуации Когда вот Ну нифига не противопостаешь Ну нельзя ответить Любовью Просто вот только Влобешник Ну с этим проще Слушайте Если Вот я просто Очень люблю Конкретные примеры У меня Такое Достаточно Такая Очень Серьезная И Очень такая Серьезная Очень сильная Хотящая быть Сильная девочка Марта И очень тонкий парень Ну Артем Вот Ну сын Я имею ввиду И вот я на них смотрю Я во-первых Я в недоумении Потому что Вот это вот Мальчики не должны плакать Я понимаю Что это просто Полная фигня Потому что Он плачет чаще Чем она Вот им сейчас По 10 лет будет Через 2 месяца Вот мы смотрим Какой-то фильм Там потеряли собаку Например Хозяева Он плачет Она так заглядывает Он плачет Или не плачет А плачешь Она вот даже такая И я ему говорю К чему рассказываю Я говорю Значит Тема А он ходит на бокс Причем Не Не случайно Ходит на бокс Сам В смысле Сам сделал выбор Он не сам Сделал выбор Я решила Что ему надо ходить На бокс Чтобы научиться драться И себя защищать И вот я говорю Тема Я как-то их встречаю Из школы И вот они бегут А в каждом классе Есть Можно это слово сказать Западло Я уже сказала Так вот И вот такой Знаете Мальчик В каждом классе Вот такой вот Есть такой вот Такой вот Просто И вот И мои дети Бегут И он такой Опа И подножку Артем Артем падает Встает и бежит дальше Они добегают до меня Я говорю Сынок Скажи пожалуйста А почему Ты поднялся Побежал дальше И вот Сашей Сашу звали Сашей звали Не разобрался Он говорит Ну я так к тебе спешил Ну то есть Я говорю Тема Тебя же сейчас обидели Тебя же подножку поставили Я говорю Значит так Если тебя Будут обижать Ты первый раз говоришь Пожалуйста Меня не трогайте Второй раз говоришь Я второй раз повторяю Меня не трогайте А третий Бей Бей Конкретно И сильно А если кого-то Будет не устраивать Там родителей Учителей Всех отправляй ко мне Это я к чему говорю К тому что Себя надо уметь Защищать Но Как правило Подвох таится Там Где мы Где мы не ждем Подвох именно таится Может быть В этой самой любви Которая бывает Не очень удачная Скажем Не очень счастливая Но Именно вот В этих ситуациях Я и Защищаюсь Этой самой любовью Как бы Как это не парадоксально Звучит Потому что Мне кажется Если ты действительно Глубоко любишь Человека То это тебя Несмотря на то Что ты можешь Там где-то Обламываться Где-то Страдать Тебя Твою душу Это лечит И ты работаешь Таким образом Душевно Работаешь И если бы этого Не происходило Я бы ни одной песни Не написала бы Ну вот смотрите У вас есть музыка Песни Которые вы любите писать Вы любите этим заниматься У вас есть дети И несмотря на то Что вы говорили Что бывают Какие-то моменты в жизни Какие-то ситуации Какие-то люди Наверное Вас можно назвать Тем не менее Вот сейчас Счастливым человеком Конечно Безусловно Не гневи Бога Я счастливый человек Я здорова У меня здоровые родители Они живы У меня классные здоровые дети Мы находимся в студии И мы Мы можем Говорить друг с другом Нет Я абсолютно счастливый человек То что я плакала То есть есть там Чего-то Например Чтобы вам не хватает А Ну послушайте Каждому что-то не хватает Боже Вот мне например Не хватает уверенности В том что я Вытяну Это самое 14 февраля Ну я же вытяну Мы же это прекрасно понимаем Поэтому нет Я всем довольна Все нормально Все хорошо Но писать песни Это не работа Это крест Это вообще Это такое испытание Если раньше Я как-то так Ну да Я пишу песни Да Я понимаю Все Теперь Я даже прячу гитару Я ее так обхожу Потому что каждая песня Дается мне Колоссальным количеством Энергозатрат Вот этой самой Даже не сердечной А вот душевной боли Я как-то В какой-то момент Вдруг четко разделила сердце Как орган Который находится в нас И душу Которую мы никогда не увидим И которая рулит нами Потому что я сегодня В театре плакала Не потому что у меня Сердце заболело А необъяснимое с тобой Что-то случается И ты не можешь это потрогать Сердце-то при всех При прочих равных Потрогать можешь А душу нет Тем не менее Она вылетает из нас При смерти Вот Вы с кем-то разговариваете? При этом я просто вспомнил Интервью, которое вы давали Нашим коллегам Там вы сказали Что песни рождаются Из несчастья Но тем не менее Вы говорите Вы счастливый человек И пишете Песни, которые Песни рождаются Из Я бы так сказала Я бы так сказала Умный человек И человек Осознанный И неравнодушный человек И не зашоренный человек Не может быть На сто процентов Счастливым В нас все равно Есть грусть Во мне ее очень много Но она не противоречит Вот этому Тому, о чем вы Меня конкретно спросили Да, если говорить Да или нет Счастливый я человек Или нет Конечно, я счастливый человек Но Во мне очень много ума Во мне очень много печали Во мне очень много Когда я вижу Как люди взрослеют И перестают И забывают Какими они были детьми Мне, конечно Мне от этого грустно И песни рождаются Мне кажется Из Вот этой вот Извините за слово Вот именно Экзистенциальности Существования На этой земле Но так получилось Что я не дура Так получилось Что я Я может, кстати По большому счету Веселая Но Я при этом Очень четко И цепко Наблюдаю за всем И мне все Все должно быть Все должно резонировать И все должно быть гармонично Поэтому Песни очень много сил выносят Я после того Как пишу Ложусь на пол Не сижу в кресле Там или на стуле А мне нужно просто Вот лечь Как вот, например Занимаешься йогой В конце Ты просто ложишься Ты выдыхаешь И вот Какое-то время Ты погружаешься в себя И вот в этот момент Мне даже детям Нечего дать Если бы дети Появились рядом со мной Я бы сказала Извини, пожалуйста Отойди Потому что Ну это моя судьба Это моя жизнь И это мой разговор С миром И с моим количеством лет На земле Их любви Это не имеет, конечно Никакого отношения Дети музыкой занимаются? Да, они в музыкальную школу ходят Я говорю вчера Марта, давайте с тобой поспорим Что ты крестиком Не вышлишь Вот там Мы увидели какой-то гобелен Она говорит Ну поспорим Я говорю Хорошо Если ты проспоришь Ты будешь играть на пианино Пять часов Она говорит Мама, ты что? Это же удовольствие Думаю, аллилуйя Как хорошо Боже мой По поводу споров И конкурсов Вы проводите Снайперский квартирник Постоянный Запустили в инстаграме Конкурсы Уже даже подвели Его результаты Что это за мероприятие такое? Расскажите слушателю Это пошло Все Из вот этой традиции Питерской Когда были квартирники Когда еще не было Вот этих вот Мне кажется Самоубийственных В своем цинизме Гуляния по крышам Экскурсии по крышам Сейчас в Питере Есть экскурсии по крышам Да ладно Слушайте Я знаю Питерские крыши Как романтика Это когда мы туда залезали А, то есть Когда организовано Это фуфло Когда организовано Это фуфло И когда за деньги Это фуфло Когда ты просто У тебя есть проводник И ты идешь По этим крышам А я в свое время Могла быть проводником Потому что я знала Какая крыша открыта Какая крыша закрыта Это было круто Вот то же самое С квартирниками Когда вот эти вот Начались квартирники И все такие И все вот 15 рублей Пожалуйста на входе Оставляете вот там Вот в шляпе Я не понимала Это как это вообще Это что такое Это неправильно И 15 лет мы этим занимаемся Каждый год В декабре Я таким образом Подвожу итоги Мы всегда это делаем В клубе Мои подруги Клуб Дума Называется здесь недалеко И Причем в Думе Так хорошо так звучит Правда Это просто зашит Единственная нормальная Дума Вот И мы проводим там Вот эти Ежегодные встречи Я надо сказать Дума-то действительно Недалеко Да именно В какой Думе Вы подмоните Некоторые Послушайте Некоторые говорят Не понял В смысле Какая Дума Я говорю Ну есть такой клуб Дума Он находится около Красной площади А он около Красной площади Находится Такой небольшой клуб Вот И конечно Желающих туда попасть Масса Ну это понятно Он небольшой И вмещает он где-то Ну до 100 человек Но это уже душиловка Человек 70-80 Плюс какие-то Приглашенные И так далее Вот Я провожу такой конкурс Я всегда ломаю голову Господи Думаю Что же такое придумать Чтобы как-то вот Ну чтобы вот 70 человек Запустить А конечно те Которые будут стоять на улице Я тоже их запущу А мне все говорят Ты же всех запустишь Давай тогда официально меньше Я говорю Подожди Ну почему И вот они присылают Свои работы В этом году Они делали Для группы Такой Типа видеоклип В инстаграме Мы выпустили Четыре сингла Это гавань Секунду назад Вот рим Четыре Три Три сингла Почему я сказала Четыре А я уже думала Следующая песня Вот И мы отобрали Этих людей И вот они придут 21 числа И я сажусь перед ними Группу тоже беру с собой И вот мы играем Я с ними разговариваю Отвечаю на их вопросы Они просят спеть такие песни Которые я вообще уже не помню Я пытаюсь их вспомнить Они дают мне книжку Я по этой книжке Пою эти тексты Вот Это все Но это уносит Конечно Огромное количество сил Но в этом Есть Абсолютный резон Потому что Ты понимаешь Сколько ты сделал за год Что ты успел делать Хотел спросить Что такое Подвести итоги Зачем Для чего Почему Вот понимаете Стас Это как-то получается Само собой Вот ты посадишься Напротив И вдруг понимаешь Что ты так нормально поработал А ты понимаешь Что это даже не по количеству песен Которые ты выпустил А по какой-то вот все-таки По тому Как ты себя чувствуешь Внутри себя самого Насколько ты понимаешь Что ты не там Не пошел с собой На какие-то компромиссы Что ты остался верен себе Вот какие-то вечные Такие глубинные вещи Эти люди Которые приходят И смотрят на тебя с обожанием Ты это понимаешь И потом Ты им врать не можешь Они сидят перед тобой Как дети Для вас вот это важно Никаких компромиссов Прям максимализм 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 Я даже не знаю В данном случае Что ответить Я конечно максималистка Но дети Вот например Если говорить о жизни То дети учат Толерантности И безумному терпению И конечно компромиссам Безусловно А что касается компромиссов Вот возвращаясь к жанру То есть вот рок Рок-н-ролл Но при этом Видели ваше выступление И с Валерием Меладзе И с Лепсом Классно Отличные Как это сочетается Отличные Понимаете Мне очень нравятся они По своей подаче По тому Как они себя Во-первых Они сами себя сделали Это абсолютно точно Что касается Григория Лепса Это было классно Потому что Он мне позвонил И сказал Слушай, у тебя такая есть песня хорошая Очень хотела Выживут только влюбленные Вот в этом альбоме А давай ее споем Я сказала Конечно я за И он так ее конкретно Причем он трудяга Он делает вид Что он такой Как будто ему все равно Он такой У него такой образ Но я его пригласила В Олимпийский Сыграть Спеть эту песню И мы с ним встретились Я говорю Гриша Я хочу предложить тебе Он говорит Спеть Я говорю Подожди Кроме спеть А он в прошлом барабанщик Если вы не знали Он в прошлом барабанщик Ну понятно Что он давно уже не играет Я говорю Гриша Я предлагаю тебе Сыграть на барабанах Он такой говорит Слушай Я говорю Подожди Не говори нет Я тебя умоляю Не говори нет Смотри Мы поставим две установки Сядет мой Сядет барабанщик Сядешь ты Это будет на таких Ну разнесем вас По разным сторонам сцены Вы будете солировать Вы друг с другом будете Это будет круто Я говорю Пожалуйста Не говори мне нет Такой сидит Он же постоянно курит Вообще себя кстати Не бережет Ну Я Ну А отказать Он очень меня уважает Допускали Что он может сказать нет Ну Слушайте Я кстати Я не напористая Если бы он сказал нет Я бы конечно поняла Он давно уже не играет Вот Я смотрю в конце вечера Это было в начале Он уже сидит Играет на барабанах То есть Вот так вштырила Эта идея И он приехал На чек в Олимпийске Первый Приехал на прогон А у нас там еще Какой-то мост был высокий Он просто отвел Все эти чеки Все эти репетиции Я просто Я сидела и думала Вот ничего себе Человек как выпадает Из своего имиджа Вроде такое Ему все-все равно Он выпивает каждую ноту Он просто Он конкретно следит За всем Что происходит с ним В песне Он меня многому научил В этом конечно Хорошая Только взвалил на себя Безумное количество дел Тянет безумное количество артистов А я так смотрю и думаю Гриша Ты же талантливый Все остальные Кто? Но я вот в этом смысле Я очень принципиальна Безапелляционна Ну то есть Вы допускаете для себя Какие-то отступления От этого жанра? Просто Мы когда вспоминали Про группу Да и что Были какие-то музыкальные Разногласия Мы же уже Пришли к тому Что жанр Это Это не более чем рамки Для меня это не более чем рамки А мне рамки нафиг не нужны Они для меня Их для меня нет Есть конечно Если говорить про жизнь Да Я живу в обществе Я обязана Приходить на репетицию И Приходить в хорошем настроении Даже если у меня очень плохо Если у меня плохое настроение Я обязана быть Всегда для людей Контактной Я не имею права хамить Я не имею права Общаться плохо Ну это меня научили В том числе родители Потому что когда был переходный возраст Там в 13-14 лет Я открывала дверь с ноги Отец мне говорил Сейчас ты Пойдешь обратно в свою комнату Закроешь дверь Вынешь лимон из щеки И вернешься обратно Меня очень жестко в этом смысле Поломали Поэтому В этом смысле да Что касается таких рамок Которые Если говорить Про музыку То Почему не попробовать себя Почему не взять арфу В какую-то песню Если вдруг ты решила Что тебе нужна арфа Если это не коррелирует Каким-то образом Со словом Со словом Rock'n'roll Ну и что Вообще не вопрос Вообще не авторитет Поэтому Но есть например Инструменты Которые я Не 100 конечно Процентов 70 Не появится в этой группе Но все остальное возможно Вот я не представляю себе Например Ночных снайперов С волынкой Понимаете Я себе не представляю Но Как Вуди Алин говорил Хочешь насмешить Бога А мы сейчас задумались Об этом Хочешь Хочешь насмешить Бога Расскажим о своих планах Слушайте Вернусь все равно К русскому року Альбом Да Невносимая легкость бытия 25 лет в прошлом году 26 с половиной В этом году вам И 26 лет назад Выходит Альбом Гражданская оборона Невносимая легкость бытия Есть здесь какие-то Парады Нет Узнала после Узнала после Здесь больше Кундера Или больше вас Мне Конечно это Кундера Это Милан Кундера И я Как раз таки Вот в то время Когда В 2000-х годах Очень сильно Ну во-первых Это была невыносимая Легкость бытия Но мне всегда нравилось Больше Бессмертие Роман Бессмертия Он меня цеплял Как-то сильнее Но Я так много Переосмыслила За вот эти полтора года С момента Вот юбилейных Вот этих вот лет 18 С момента 18 года Когда группе Исполнилось 25 Я так много Встретила фальши И я так много Встретила Того Что мне Вот Вот то же самое Что кислотой Просто полить И Фальши в чем Извините Фальши В людях Фальши в проявлениях Людей на сцене Я увидела очень много людей Которым Там явно не место И они там стоят И очень долго стоят И будут еще стоять Миллиарды лет И я Ну Очень было много вопросов К Так сказать Ну Условно говоря К профессии Да В которой мы находимся И Все это вылилось Вот именно В это слово Сочетание И когда я назвала Так альбом Кто-то мне сказал Слушай, а в курсе Что у лета Вот такой альбом Вышел Кстати, я не знал Что 26 лет назад 19-й год Классно Ну я же говорю Все знаки Я сказала Классно Я кстати Очень хорошо Мы отлично общались Я очень его уважала Причем опять же Такой был Лично общались Да Он такой был Причем человек Такой Такой Задира А в жизни Он уже был очкарик Такой очень застенчивый Застенчивый очкарик Я помню Мы с ним пересеклись Не помню где То ли Где-то в Сибири И он сидел В столовой И очень так То ли со своей женой То ли я не знаю С подругой Не важно Они очень так нормально Интеллигентно Завтракали А мы ввалились Все с похмелья Я помню Как наш гитарист Такой просто Лопищей Взял какой-то там Очередной стакан И сказал Ну что похмелимся И мне так стало стыдно Ну то есть вообще Все было по-другому Участие в деятельности Благотворительных фондов Всемирный фонд Только если верю То есть только если верю Природе верю Хаматовой верю Хабенскому верю Больше нигде меня нет Будете продолжать этим заниматься Ну а почему нет Вот 1-2 июня Костя меня пригласил Опять сыграть Багиру В поколении Маугли Вот в мюзикле Мы уже это делали И вот он мне предложил опять И я прекрасно понимаю Что все что Он заработает Пойдет не в карман Никогда в жизнь Вот я просто могу Поклясться своими детьми Это кристально чистый человек И конечно я там буду И конечно я буду играть Если мои малолетки Еще как-то созреют До того чтобы нормально Репетировать Артем Мартова спите Я прекрасно это понимаю Но тем не менее нормально Репетируйте И ладно если вы меня сейчас слышите То я буду счастлива Про соцсети хотела спросить Вы у нас как-то кстати Последний раз были Довольно давно Вы тогда говорили Что вот есть у меня какая-то там Наполовину живая Наполовину мертвая страничка В фейсбуке И нету никакого твиттера Сейчас инстаграм Сейчас инстаграм Только инстаграм Без него жизни не представляете Это инструмент работы Это инструмент работы На 90% И я настолько это легко делаю Что мне это не доставляет То есть я не сижу в социальных сетях вообще Ну то есть у меня нет ни в Твиттере Там ни в ООО Как это называется Вконтакте Одноклассники 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 Контакт одной тоже Нет Это разные две сети Да Это я неправильно что-то сказала Да А их Они сразу заволновались Я с большим уважением Отношусь к социальным сетям И к социальной сети Одноклассники И Вконтакте И к Фейсбуку Но дело в том Что у меня просто реально нет времени Слушайте Я действительно есть только в инстаграме И вот эта вот галка синяя Это там действительно Я если я пишу Доброе утро страна То это мой текст Огромное вам спасибо Вам, ребята Диана Арбанина Арбянина Лидера группы Ночные снайперы Сегодня была гостем Программы Разбор поля Отправили Марина Максимова Стас Крючков Под занавес Давайте еще один новый трек Секунды назад Да Очень веселая песня Ночная такая Спасибо, простите Ну вы меня раскачали Спасибо большое Ну меня так отпустили Да? Подпишите Конечно Конечно Пускай это скоростно Все Спасибо Маринка Да? Дай мне, пожалуйста Спасибо Дай мне, друзья Ну, какие-то 17-й год 17-й год уже, да? Да, 2 года Надо что-то написать еще Что-то давненько Кстати, знаете, я заметила Несмотря на то, что я пишу песни всегда рукой Ну, то есть у меня есть лист, ручка там Ну да, да Вот из-за вот этих вот социальных всех фигней Телефонов У меня портится почерк Вот я так вот Вот так не пишете Да Вот так не пишешь, как раньше Да Вот я пишу сейчас с благодарностью И думаю После Никак Никакая буква пишется А как ее в ресурсе А как ее, у вас то же самое? Мне полегчало Спасибо большое Спасибо вам за эфир вообще Очень приятно Слава богу, боже мой Хорошо, что есть умные люди Спасибо, ребята Счастливо Ну что, погнали? Спасибо большое Прости, пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok